Хоба, привет, с вами доктор Влад, у нас плюс 24, мы с собаками походили, погуляли, я смотрю, столько воды вокруг, оказывается ночью был ливень, а мы спали, мы не слышали, у нас чистая совесть, мы хорошо спим. Ладно, хорошо, так, новости, новости, Федеральная резервная служба США увеличила базовую ставку до 1,75%, я не знаю это хорошо или плохо, надо в окно посмотреть, растет ставка, наверное, ну хорошо, вы теперь тоже знаете, как и я. МИД Великобритании выразил уверенность в победе Украины, это сказала глава МИД Британии ТРАСС, ЛИС ТРАСС, ну вот так, симпатичное, ничего. Так, Песков заявил о готовности пересесть на ладу, сядешь, Песков, обязательно сядешь, только не на ладу, на скамейку подсудимых. Так, в Кремле отреагировали на угрозу Украины атаковать Крымский мост, Песков заявил о гарантированной военной безопасности Крыма, ну так, Крым Крымом, мост мостом, ты не соображаешь, Песков. Так, в Госдуме разъяснили слова Медведева об исчезновении Украины, ну че он там, Медведев опять на стакане сидит, да, и че он, имеется в виду уничтожение украинской государственности, вон оно что. Так, Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла, ах ты, вот он, вот он, уже санкции на него навешали, да, вон. Так, Трамп допускает выдвижение кандидатуры на пост президента США. Я бы вот, может быть, переживал бы, но если бы не война в Украине, сейчас война в Украине, все у меня занимает, все, так сказать, все мозговое пространство. А на Трампа мне, ну как бы наплевать, хуже не будет. Так, Клишас, дети Запорожья не получат российское гражданство, это какой-то сенатор. А какой тебе, какая твоя наплевать вообще, а? Клишас, на детей Запорожья. Так, Пушилин призвал освободить все русские города на Украине, в том числе Одессу. Ну, попризывай, да. Он как кольнется, начинает призывать. Так, на въезде в север Донецк установили флаг России. Да, это еще ни о чем говорит, ребята. Ой, рыбья кость проткнула сердце пенсионерки в Петербурге. Это вот выскочило просто здесь. Это как-то так. Ну, ладно, хорошо. У меня не было этого про пенсионерку в моей папочке, но вот что-то выскочило. Супруги экс-президента Молдавии Галини Додон на два месяца запретили покидать страну. Вот оно что. Вызвали его, ее вернее, его жену, значит, Додонскую, для предъявления обвинений. Так, обвинения какие? Незаконное обогащение. Так, а там рядом Никобаева? Нет, нет. Так, Минстрой. На модернизацию коммунальных сетей в Раисе нужно до 4,6 триллиона рублей. Прикиньте, да, попилят. Во, как можно пилить. Вот на чем можно пилить-то, а, на трубах. Так, на месторождении Газпрома произошел крупный пожар. Допилились, да. Так, ладно, хорошо. Мантуров заявил, что до 2030 года авиакомпаниям в Раисе поставят более тысячи самолетов. Вот так, вы ходите где-нибудь на улицу в Баронеже, а наверху самолеты, самолеты, самолеты. Ужас, ужас. Тысячи, миллионы, миллиарды самолетов. Да. Так, что еще? В Минфине пояснили слова Силуанова о ладах для чиновников. Так, глава Минфина Антон Силуанов не предлагал пересаживать чиновников на отечественные автомобили марки «Лада». Да, ну, конечно, на «Мерседесах»-то удобнее. Да, лысый? Силуанов тут фотографии. Так, Алиев, двоеточие. Нагорного Карабаха не существует. Есть Азербайджан. Вот он, вот он. Да, глаза что-то красные. Они все, что ли, бухают, а? Так, как у этого, у морского окуня у него глаза. Так, СМИ, двоеточие. В российской военной технике обнаружили американские чипы. Можно подумать, есть воронежские чипы, да? Ого. Так, смешные они. А вот здесь вот уже смеяться нечему. В Башкирии на женщину рухнула крыша беседки. И, Господи, сидела-сидела женщина, упала на нее крыша. Ничего себе побеседовала. А это что такое? 21-летний сын главы Нюрбенского Улуса Якутии зарезал мать и родную сестру, потому что они не нравились его друзьям, а пацаны ему дороже. Фуф. Вот тут интересный комментарий. Я на себя смотрю, кто-то пишет. И, кажется, начинаю понимать, откуда ватники берутся. Когда такие новости читаешь, то единственная реакция – не верю. Так год-два, годик-два, или долбанешься в край, или реально станешь говорить, что такого не было. Ну, ведь сюр без конца. Как такое возможно? Ну, вот так. Так, по полям ПМФ. Ну, вот этот форум, да, в Питере. Табунами ходят кто? Овцы? Эскортницы. Да, этот одно и то же. Да, ну, проститутки, короче говоря. Невозможно зайти в лучшие отели, чтобы не встретить жриц любви. Да не надо заходить в лучшие. Да, они, собственно, и в худших отелях тоже. Да вообще мрак, да? Ох, что тут творится. Ну, ладно, хорошо. Это уже твиттер у меня пошел. Ну, на Биулина. Ну-ка, чё она сказала? Двоеточие. Условия для экономики РФ, возможно, изменились навсегда. Навсегда. Так. Символ невообразимой жестокости и бессмысленного насилия, разрушенный российскими войсками Ирпень, стал первым пунктом визита в Украину к канцре Альдермании, президента Франции, премьеры Италии. Добрались они до Украины, и вот их сразу в Ирпень. А потом говорить. Правильно, правильно. А это что? Ещё в России какой-то суд. В Ленинском районном суде Краснодара началось очередное заседание по делу Андрея Пивоварова. Всё время про этого Пивоваров, я не знаю, кто это такой. Его обвиняют в руководстве нежелательной организации, которой власти считают открытой Россией. Какая-то открытая Россия, Пивоваров. Его судят, судят, судят. Ну ладно, ну чтобы вы знали. Ну вот опять, вот главная новость, собственно говоря, дня. Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии, ещё и румын, встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. Вот здесь фотография, и вот четверо стоят в галстуках, в пиджаках, а Зеленский у него футболочка, тишорт, такая зелёная, да, военного цвета. И штаны точно такие же, и кроссовки. Вот так вот. Ну и правильно. То команда Навального, ух ты, там ещё есть команда, обнаружила, что за все закупки «Газпрома» отвечает 34-летний зять главы «Газпрома» Миллера Александр Кузнецов. Его зарплата 2 миллиона рублей в день. 2 миллиона рублей в день. Неплохо. Тут новое расследование про Миллера, и вот тут, в частности, его здесь. 2 миллиона рублей в день. Нифига себе. Так, Леонид Волков пишет. Интересно, ну, просто это его мнение. В случае поражения в войне, Россия развалится на несколько частей, которые будут воевать друг с другом. Страна погрузится в хаос, превратится в новое Сомали. И только у бандитских группировок, действующих на осколках России, ещё будет и ядерное оружие. Да, в общем, давно об этом поговориваются, да. Вполне такое может быть. Упс, вот это да. Вот так вот, бах, вот так вот, выскачивает, бах, вот так вот. В Москве установят бронзовый бюст Жанны Фриске. Жанны Фриске, ну, помните, да? Бронзовый бюст. Так, ну, вот здесь вот уже издеваются на Твиттере. Макрон нанёс официальный визит во все салоны связи в Киеве. Ну, это да. Так, за неделю до форума в Санкт-Петербурге талибы узнали, что они экономисты. Да. Так, единственный в России проект производства процессоров закрывается за санкции. Из-за санкций. Это не завод, ребята, это проект. Собирались только. А тут пишут американские процессоры. Ну, чьи, чьи ещё-то? Так, опа, профессор Пребраженский на Твиттере. Экономический прорыв. Талибы заявили, что хотят закупить у России 5000 тонн нефти. 5000 тонн. Это знаете, что такое? Это 0,004% от поставок российской нефти в Европу в прошлом году. Мы потеряли рынок на 120 миллионов тонн и нашли рынок на 5000 тонн. Путин всех переиграл, да? Опа. Ну, вот ещё раз о том же самом. Макрон и Шольц прибыли в Ирпень. Тут ролик, да? Пусть смотрят творение ублюдка, которому они лицо хотят сохранить. Да, конечно, правильно. Если Путин и сдохнет, то начнётся такая переобувалка в воздухе, это пипец. А кто-то вообще заявит, что он сумасшедший, и его пытали. Да. В России не будут конфисковывать валютные вклады и запрещать доллар, евро и другие иностранные валюты, подчеркнула председатель ЦБ Эльвира Набиулина на ПМФ. Ну, уже же запретили. Ну, конечно, но в Северной Корее тоже не запрещены ни доллар, ни евро, ни интернет. Но только у кого он есть там, по пальцам пересчитать, да? Так, в Госдуме предложили арестовывать имущество всех покидающих Россию. Вот оно что! Вот оно как! Тётя Роза в Твиттере, ваша любимая, да? Путин ещё и селекционер, создал новый тип людей, быдлоросов. Лживые, завистливые, агрессивные, они сейчас стали, по сути, титульной нацией в России. Да ну, правильно. Так, Украина должна победить в войне, заявил Эммануэль Макрон. Мы безоговорочно поддерживаем украинцев, сказал он. Ну, вот так вот. Ну, это вот они все вместе. Там Шольц, Драги и Макрон. Макрон какой-то. Ну, правильно, так. Жители оккупированного РФ Мариуполя так и не получили пенсии. По их словам, жизнь после прихода военных хуже, чем в аду. Кто-то ещё ожидал пенсии, да, Господи? А я тоже, я русскую пенсию никогда не получал. Ну, нет и всё. Мне всё говорили родители. Трудись, трудись. Будет пенсия. Ага. Так, Алексей Миллер. Опять про Миллера. Много очень про Миллера на Твиттере. Алексей Миллер официально женат на Ирине Миллер. Но его настоящая супруга много лет другая женщина. Тоже чиновница. Глава путинского протокола Марина Янтальцева. Через два года после ухода госслужбы она заплатила 8 миллиардов рублей за этот дворец. Какой-то дворец. Да, дворец какой-то стоит, да. Марина Янтальцева. Ну, вот так, ребята. Ну, так просто. Так, признайтесь, вы же скучали по мощным расследованиям. Да, ну, вот это расследование называется «Путин, Миллер, Газпром». Бездонный путинский кошелёк. Кошелёк, кошелёк. Коселёк, коселёк. Да. Задолбился слышать мантру, что развалили заводы в 90-х. Что развалили? За обувью в нерехту ездил. Я не знаю, что такое нерехта. За колбасой в Москву. За шифонером очередь на заводе. Телевизор, зарплата за полгода. Квартира от государства к пенсии. Жигуль, роскошь. Где долбанная продукция тех заводов? Речь идёт про 80-е. Да, ну, не было же ничего, ребята, не было. Так, и последний, ребята. Ну, вот, кому это интересно? Вот есть такой Максим Миронов. Он, вообще-то, чикагский профессор, но сейчас идёт в Аргентине. Живёт он в Аргентине. И вот он каждый день, вот, твиты, твиты, твиты про Аргентину. И вот его последний твит, значит, что тут написано? Смотрите. Если вас преследует российское государство, приезжайте в Аргентину и подавайте на беженство. Вам тут же выдадут временный вид на жительство, который позволяет жить, учиться, работать. Пока идёт рассмотрение, вас выдать не могут. Даже если есть ордер на ваш арест, включая Интерпол. Ну, вот так вот. Рассмотрение. Да, а что он пишет? Он много пишет. Рассмотрение в первой инстанции длится до двух лет. Если вам откажут, что маловероятно, есть ещё несколько апелляционных инстанций, которые растягивают процесс ещё лет на 5-10. А там и сроки давности пройдут, и всё. Ну, вот подумайте насчёт Аргентина. Я вам уже говорил об этом. Ну, и ладно, ребята. Вы пока думайте про Аргентину. Ну, вот, а мы с собаками пойдём гулять, пока так более-менее ещё не жара. Чао. С вами доктор Влад.